Настало время ваших новостей. Юлия Прунова подготовила интернет-обзор, собрала фото и видео, которые опубликовали жители Мордовии. Мы прямо сейчас расскажем, что вы посчитали самым интересным. Эту видеоподборку, полную водительского возмущения и гнева, опубликовал в социальной сети пользователь из Мордовии. Он уверен, что на тихой улочке города Инсарпа встречал самого Николая Гастелло, того самого, кто первым пошел на таран. Ну или как минимум его дальнего родственника. Кто же еще может натужно гудеть и выгонять встречный автомобиль с законной полосы. Но ведь получилось же, куда он ехал и почему именно таким образом на эти вопросы у автора нет ответов. Тем более непонятным кажется маневр пересекать железнодорожную линию. Не на переезде, а там, где удобно. В такой ситуации не спасет ни клиренс, ни полный привод. От старенького внедорожника остался лишь хороший помятый кусочек металла. Зато герои успели покинуть гибнущее авто и остаться в живых. Свою порцию гнева получили и любители ездить по обочинам. Кто-то из законопослушных водителей припомнил опыт европейцев, которые могут получать часть штрафа за каждого нарушителя, что удалось снять на регистратор. Зато градус вежливости на дорогах повысится. И это картинка с камеры видеонаблюдения в столичном метро. Девушка стремительно направляется к турникету, чтобы продолжить свой путь. Однако у нее за спиной происходит настоящий взрыв. Позже выяснилось, что причиной пожара стал вейп. А ведь Минздрав предупреждал. А так настоящие зеленые борются за права деревьев. Молодой человек взобрался на самую макушку и отказывается слезать, несмотря на все просьбы и угрозы лесорубов. Он уверен, что они не будут пилить сук, на котором он сидит. Дерево все же спилили и колок в пруду, но он намерен продолжать свою борьбу за зеленые будущие планеты. А мы ждем новых сообщений жизни города и региона. Вы смотрели ваши новости в наших новостях.